Аман Welcome to Jordan. Все это создает непривычное в наше время душевное умиротворение. Остается добавить отличный сервис, вкусную разнообразную кухню и с пристрастием выполненные десерты. И визитная карточка иорданских отелей готова. Иордания была основана королем Абдуллой I сразу после Первой мировой войны. Это стабильное и перспективное государство. Отличительной чертой которого является миролюбивая внутренняя и внешняя политика. А в последнее время и высокий уровень образования. Практически половина населения всей Иордании сосредоточена в столице королевства Аммани. Город был основан на семи холмах, но сейчас так разросся, что и сами иорданцы путаются, сколько холмов, 19 или 25, включает нынешний Аман. Лучший вид на город открывается из цитадели. Аман очень древний город, ему 9 тысячелетий. В библейские времена он назывался Рабатамон и был столицей Амманицкого царства. Потом его захватил полководец Александр Македонского, Птоломей Филадельф, и переименовал Филадельфию. Позже город попал под римское владычество, и этот римский амфитеатр, вмещающий 6 тысяч зрителей, – самый знаменитый из сохранившихся здесь памятников римской эпохи. Гостей цитадели встречают памятники различных эпох и цивилизаций. Частично восстановлена колоннада храма Геркулеса, также известного сегодня как Великий храм Аммана. Визадийская церковь, датируемая VI-VII веками, комплекс дворца Умаядов. Цитадель всегда оставалась одним из самых важных фортификационных и религиозных центров страны. Это место считается одним из древнейших поселений человека, чья история никогда не прерывалась, несмотря на войны и землетрясения. А над столицей развивается самый большой флаг в мире – флаг Иордании, размером 30 на 60 метров. Второй такой же находится в Акабе. Продолжение следует...